Библейский портал экзегет.ру представляет Иисусе, опять обратим внимание, сын, и вот для нас это привычный, там, духовный отец, духовный сын, а ведь это очень серьезные такие отношения, да, отца и сына, и не случайно он это подчеркивает, что вот не начальник подчиненный, не там, сосед или приятель, а именно отец и сын, это именно семейное, хотя, конечно, они физически не родственники. Вот принцип, да, предание, что такое предание? Передавать дальше то, что слышал при множестве свидетелей, то есть не просто все, что услышал, а именно то, что является публичной проповедью, то, что обращено сразу ко всей церкви. Передавай верным, способным научить других, то есть это должно продолжаться дальше. И, скорее всего, не без некоторой цены за это. Раздели с нами страдания, как добрый воин Христа и Иисуса. Никакой воин, желая в походе угодить военачальнику, не связывает себя с житейскими заботами. Понятно, христианская проповедь – это война. Ну, не физическая война с врагами, людьми, но война за Евангелие и, соответственно, если воюешь, то не надо заботиться о какой-то вот такой житейской земной жизни. И никакой атлет не получит венца, если будет на состязании нарушать правила. Другой же образ на состязании приходится следовать правилам для того, чтобы добиться высокого результата. А земледелец, потрудивший с поля первым, должен вкусить от нового урожая. Вот сразу три образа – воина, спортсмена и крестьянина. Как война – это опасно, как спортивное состязание требует всей отдачи и соблюдения правил, но как крестьянский труд приносит урожай. Вот что есть проповедь Евангелия. Подумай, о чем я говорю, Господь да наделит себя способностью все понимать. Сам разберешься, мелочной опеки тоже не нужно. Важно установить какие-то принципы, напомнить о них. Помни о Христе Иисусе. Он, рожденный от семени Давида, был воскрешен из мертвых. Такое Евангелие я проповедую и терплю из-за него страдания вплоть до цепи, словно злодей, но Слово Божие не знает уз. Поэтому я терплю все ради избранников Божьих, чтобы им обрести спасение во Христе Иисусе вместе с вечной славой. Вот еще раз он называет самую суть Евангелия и связывает эту суть, собственно, со своей судьбой. В заключении он не из-за чего-то, а ровно из-за этого Евангелия. Но это и основание для надежды. Дальше, возможно, цитату, но мы не знаем откуда. Возможно, это впервые в этом тексте появилось, такой очень поэтический отрывок. Достоверная эта весть. Если с ним умираем, будем жить вместе с ним. Если с ним страдаем, будем и царствовать с ним. Если же мы отречемся, то он отречется от нас. Но если мы не верны, то он останется верным, ведь от себя он отречься не может. Принцип понятен. Страдая вместе со Христом, верующий надеется обрести и жизнь, и царское достоинство вместе с ним. Разделяя одно, желаем разделить и другое. Но что значит, если мы отречемся, он отречется, а если мы не верны, он останется верным? Нет ли здесь противоречия? Мне кажется, нет. Отречение – сознательный выбор. Неверность можно понимать как некоторую слабость несоответствуем и не всегда таковы, какими мы хотим быть, но он всегда таков, каким он обещал быть. Вот если мы где-то не дотягиваем, это не страшно, он останется верным. Если мы сознательно отказываемся, мы отречемся, тогда и он, собственно говоря, так же, как он принимает нас, разделивших его страдания, так он не примет нас, не принявших его. Всем напоминаю и свидетельствую об этом перед Господом, чтобы не вступать им в споры бесполезные и для слушателей губительные. Старайся предстать перед Богом как угодно ему работник, который верно правит словом истины, и стыдиться ему нечего. А верно правит словом истины, то есть, ну, как управляют повозкой или лошадью, да, и слово истины, оно тоже нуждается в том, чтобы его направляли, чтобы кто-то был, кто его продвигает. А негодного пустословия сторонись, кто его разводит, всех оно ведет к еще большему нечестию, и слова их распространяются как гангрены. Это ведь еще соцсетей не было, а сегодня-то это гораздо более технологично проходит с негодным пустословием. Именно таковы гименеи филет, они отрицают истину, говоря, что воскресение из мертвых уже состоялось, и так отвращают некоторых от веры. Очень странная идея, воскресение мертвых уже состоялось, но воскресение мертвых один из ключевых таких догматов, может быть, тогда еще слово догмат не стоит употреблять, одно из ключевых положений христианской веры. Но можно же это понять все как-то фигурально, сказать, ну, вот мы были грешниками, мы воскресли к новой жизни, и это все, вот никого другого воскресения не ждите. Возможно, это как раз то, что имеется здесь в виду, их учение, вероятно, в этом и состояло. Но Богом поставлено твердое основание, и такая на нем печать, кто Господень, тот ведом ему, и пусть сторонится неправда всякий, кто призывает имя Господне. Вот такие, как бы, зримые образы печати того, что на человеке прямо написано. И, соответственно, не надо спорить с этими гименеем и филетом, они какую-то ерунду говорят, вот придерживаться твердого основания, которое есть. При этом можно быть в очень разных таких вот статусах, что называется, можно занимать разное место в этой христианской жизни. Главное, чтобы быть внутри, а не вовне. Есть в Большом Доме сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. Одни для почтенных занятий, другие для неприличных. И кто очистит себя от грязи, станет сосудом почтенным, освещенным, годным на всякое доброе дело, на пользу своему властелину. То есть, смотрите, можно было сказать, эти гименеи и филеты – это ночные горшки, которые для нечистоты, ничего хорошего от них не жди. Но дом большой, в нем есть золотая ваза и ночной горшок. Но ночной горшок может стать золотой вазой. Вот что важно, если он принадлежит к этому дому. Бывает и обратное – избегай юношеских желаний, ну, понятно, всякие зовы молодости, но стремись к праведности, вере, любви и миру со всеми, кто призывает Господа от чистого сердца. А глупых и невежественных споров избегай, и зная, что они порождают распри. Вот, собственно, девиз христианского интернета – глупых и невежественных споров избегай, и зная, что они порождают распри. Раб Господень должен не спорить, а быть для всех обходительным и безлобным учителем. А как же быть учителем, если не возражать? Ну, вот, мне кажется, очень хороший принцип. Вот спор ради спора, сейчас я докажу, что я прав. А учительство, он обращается к руководителю общины, достаточно молодому человеку, но уже стоящему на неком посту. Учитель тот, кто передает знания тем, кто готов его воспринять. А не бегает за всеми и говорит, вы не правы, сейчас я вам докажу. Обходительным и беззлобным учителем скротостью исправляют те, кто ему противится. Да, исправлять нужно, но скротостью. Не даст ли им Господь покаяние, чтобы они познали истину, и отрезвев, освободились из ловушки дьявола, навязавшего им свою волю? Вот принцип, да, споров избегать, но наставлений, в том числе и исправлений, в том числе и, возможно, сказать, ты не прав, сюда включается. Она вполне возможна. Вопрос в том, чего ты хочешь, да, добиться своей победы на состязании, доказать свою правоту, показать, какой ты умный и красивый. Или изменить другого человека к лучшему, при том понимая, что Господь может дать покаяние, может и не дать человек, может его принять или отвергнуть, оставляя за ним эту свободу. И давая ему лишь некое знание, некое наставление, которое он может, если захочет, от себя услышать. Продолжение следует...